Так, продолжаем берега пробуждения. Нас еще наследили небольшая пучка крестов осталось, которые пропустил. И начнем с куста, который находится здесь. Этот крест, кстати, который мы пропустили, но я его как-то раз прилетаю мимо все-таки обнаружил. Даже не сколько сам крест, сколько пещеру рядом с этим крестом. Сначала побывал в ней, потом увидел то, что рядом еще и крест. А тусит. Вот так, где-нибудь здесь, где-нибудь собьют здесь. Да, в этой зоне не сбивают. Где-то вот здесь вот его работает. Не дает летать драконам. Так, я мимо прилетаю. Где-то здесь наверху вроде был. Да, да, здесь. Что у нас тут вообще происходит? Мы нужны посланнице. Надо спасти ее. Разрушитель миров, беглец, говорит. У нас ничего не выйдет. А, слиток. Мы и сами еле оттуда выбрались. Если глаз Нелториона прознает, что нас нет, слиток говорит. Ну раз ты не хочешь помочь, я найду кого-нибудь еще. О, а вот и кто-нибудь еще. Здравствуй, разрушители у миров. Нужна твоя помощь. Это у нас кто вообще? Дракониды? Разрушитель беглец? Беглянка? Это беглецы? А здесь остальные одумаются и присоединятся к нам. Нас обманули. Я отправлюсь к рубинному светильщу жизни и спрошу, что делать у самой Аликстразы. Так, а с мелким нельзя поговорить? Что-то я даже в таргете могу взять. Ну-ка, уйди. Я, походу, не могу его взять в таргет. Здесь же большая моделька у чувака рядом. Позаботиться о слитке. Кто-то должен указать ему путь и искалить его характер. Почему ты покидаешь разрушителей миров? А разрушителей миров? Когда-то мы называли себя Детьми Земли, а потом прибыл Глаз Нилториона. Она рассказала нам о возвращении Хранителя Земли во времени Сумерек. Но все это было лишь оправданием жестокости. Те из нас, кто отверг глаз, страшно страдали. Теперь мы ищем убежище подальше от этого безумия. Так, а ты что-нибудь скажешь? Первая помощь. Или от этого чувака? Окей, это, видимо, чуваки, которые... Я не знаю, кому они, кстати, тогда служили. Тем, кто раньше был в обсидиановой цитадели, что ли? Слиток. Слиток прочищает горло и начинает читать с руки. Разрушители миров приветствуют тебя. Я Слиток, третий послушник Глаз Нилториона и... Мне нужна помощь. Спросите о разрушителях миров. Это мы. Разрушитель миров служит Нилториону во всем. Старейшины говорят, что однажды Хранитель Земли выйдет из моря. И вызревать его царица мира. Помогать Хранителям Земли будем мы. Ну, блин, я просто не понимаю. Нилторион это же Смёртокрыло, он уже умер? Нет? Они об этом не знают? Сказать слизку? А, да. Что Нилторион мертв. Не говори глупости. Аспекты живут вечно, а Нилторион ещё дольше. Он просто не может умереть. Волос Слитка дрожит. Ой. Это что такое? А, блин. Стойку поменял. Случайно или как-то произошло? Так, а если второе спросить, вежливо кивнуть. Да, ничего не произойдёт. Так, по заслугам. Некоторые последователи очень злючие. Слитка потирает недавно пострадавший нос. Вот раньше всё было не так. Но потом пришёл Сайкин Нот и сказал, что сила это самое главное. И теперь все постоянно дерутся. Я стараюсь отпеваться, но у них такие же... У них такие толстые шкуры. А я маленький. Зато ты нет. Ты с такими небось каждый день дерёшься. Не поможешь мне увидеть 12 драконов разрушителей миров? Хорошо. Так, я пасливый и сектантный. А вчера к нам прибыла ещё одна незнакомка. Она назвалась послом красных драконов. И попросила встретиться с нашим лидером, глазом Нелториона. Но глаз жутко рассердится. Он сказал, что хранитель земли так нас испытывает и посла нужно казнить. Я понимаю, что мы не должны верить чужакам. Но убивать их это уже слишком. Прошу, помоги её спасти. Идите, Айас Сант. А-а-а. Они заперли посланницу красных драконов в клетке внизу. Встретимся там. А, кстати, походу в этой пещере был? Потому что я там находил пленника одного. Было дело. А, что значит встретимся там? Где внизу? Ага, вот этих чуваков надо убивать. А, нет, вот этих надо убивать. А, стоп, что? Страус-разрушители миров против Джеродина, спрашиваю? Окей, ладно. Моя теория там, что они союзники, мне кажется, не особо подходит друг другу. Так. А за кого тогда? Они просто сами по себе? За псевдионовую бастионку какой-нибудь? Непонятно. Также, кстати, насколько я знаю, по этому квесту, после его можно как-то получить один одного маунта, конкретно Магмуд пансерий. Вот этот, я так понимаю? Вот этот вроде, но разницы практически нет, да? А, три улитки такие есть. По-моему, такой можно. Сварливая ему, например... Так, индейский... Отстанешь от него? В общем, за какие-то тысячи штук, и плюс этот квест нужно делать. Так, это что на меня тут напало? Элитное что-то? Ну, элитное на лоу-левельное. Так, ладно, давайте квест уже делать. Вообще, не знаю, я бы начал, наверное, с второго момента. А, нет, это не пещера. Окей, может быть... А, это вообще не пещера. Это другой квест. Окей, сюда. А, подкрепление, наконец-то. Тет-мажор дома? Ну, не совсем. Так, давайте квест все-таки сделаем. Ждем этих лоу-левельных чуваков. Так, ну проблем с магом теперь вообще нет. Ну, в принципе, их и до этого не было, поэтому... Думаю, ничего страшного, то, что мы после лоу-левелька перекачались. Плюс тут в этой игре нету автолевелинга, поэтому, как бы... Мне перекачаться было... Трудно. А перекачаться легко. Я не знаю, вообще, а мне автолевелинга решили убрать. Всем приходит конец. У меня, кстати, смотрите, новый красивый след от РФК. Декоративный такой. Чистый аж предмет. Это, если что, символы, которые можно науки купить. Я так проглядал, что там есть науки, я не заметил, что это есть какие-то символы. Шелкутит. Так, есть, не работает. Так, с по 8. 1. Еще трое не хватает. Давайте, тебя. Я и он того. Давайте с того начнем. Загребу его сюда. Так, с меня как-то напало. Так, тоже до сюда. Подержите, вам ауешку. Ну, все текущенько в толпе, а мабы лучше жил. Такое ощущение, когда два мабаря на друг другу находятся, они пафают друг другу как-то. Каким-то аурами. Не просто потому, что их много, и я урон между ними распределяю. Так, сюда. Я недавно видел драконита с мехом. У него были плоские зубы и огромные рога. Чтобы подкрепить свои слова, слиток разводит руки в сторону так широко, как только возможно. Так, это мы уже спрашивали. Эти увольницы, облезлые чешуи, больше никого не обидят. Принитель земли, благодарит тебя. Ой, и я. А, от меня тоже спасибо. Амулет, разрушитель миров. Заглядания и способности могут повысить основную характеристику. Очень интересно. Так, пленник. Разрушитель миров, только одна проблема из множества. Впрочем, именно моя проблема. Этот детеныш попросил тебя помощи, а я сам-то облегченно вздыхаю. Значит, разрушитель миров еще не безнадежный. Под замком. Когда до нас дошли слухи о культе Смертокрыла, мажор Дома Силистра велела мне наставить наших заблудших собратьев на пути истинный, мы надеялись, что все дело в просто недопомнимании. Как видишь, мы ошибались. С их лидером надо что-то решать. Но сначала помоги мне выбраться из клетки. Иди к ключу, и принеси его сюда. У стражников должен быть ключ от клетки. Его нужно найти, и поскорее. Я постою здесь, и на страже. Так, у тебя вроде квест был, нет? А, нет. Видимо, не было. Так, снова этих чуваков убивать? Мне кажется, я мог сдать квест на то, что я сюда пришел, взять квест на поиск ключа, и все одновременно сделать у этих чуваков, потому что сейчас я всех убил, тут никого не осталось. Так, вот эти, да, горят стражники. Это квестовые. И, скорее всего, нет. ну, а, ну, окей, с первого мопа подходит. Фига, не хорстенулась. Они, по-моему, координаты перепутали. А, хе-хе. Ключ у тебя, отлично. Скорее, открой клетку, пока у меня не свело ноги. А, наконец-то, нужно немедленно уходить. А, но тебя ранили. Тебе нужно в безопасное место. А, сперва мы покончим с этим фарсом. А, да, мне пришлось домиться в плену, но разрушитель миров не сравнить с сумеречным молотом. Думаю, стоит порадоваться хотя бы этому. Блин, сумеречный молот. Так много, на самом деле, о них слышал, но уже даже забыл, кто это. А кому они служат? А сумеречный молот это, случайно, не чела, который с чугалом связан? Сумеречный молот. Не, не помню уже. Пень черных крыльев. А, мы найдем глаз Нелториона внизу, где он отправляет умы своих последователей. Отравляет. На вид это такой же драконит, как и я, но по драконии говорит с трудом, словно гладкокожий. А здесь наверняка есть какая-то хитрость. Возможно, иллюзия. Давай разберемся с ним. И, правда, раскроется сама. По-моему, кстати, знаю, кто это. Цай Генот. Самопровозглашенный класс Нелториона Нелториона и предводитель разрушителей миров. Прости вызов. Ты же, так, знаешь, хочешь сказать и глаз Нелториона лжет? Ну, как сказать? Да, лжет. Если и твой народ узнает об этом, возможно, разрушители миров изменят свои взгляды. Слушайте, это не та пещера. По-моему, другое было. А, нет, та-та-та. Это она. Тут сейчас будет чел-то рядом. Так, а что они тут говорят? А что такое Смертокрыл? А, ужасная трагедия и давние воспоминания. Ты помнишь, когда сбросишь чешуйки? Следик безучастно кивает. Да, вот, чувак, вот здесь вот. И он пришел мне, кстати, открыть его. А, не надо было покидать Ранда. Я пришел сюда в поиски истины. Эти драгониды помогают Смертокрылу устроить конец света. Они хотят принести меня в жертву для какого-то ритуала. Обещать Уде, чтобы его спасать. Уже второй раз обещаю, что я его спасал. Ага, прошу, поторопитесь. Не хватает компонента ключ от клетки надежного копыта. О, ключ я не нашел. Блин, мне не нравится то, что в пещере музыки никого нету. Я ценю твоё любопытство, но его недостаточно, чтобы иметь со мной дело. Тут нейтральный какой-то чувак не хочет нам едой напитки. А, это ордынский чувак, по-моему. Да? Или почему у него еда напитки? Реально не хватает пещер какой-то музыки. Там не нравится пещера, постоянно заходить. Также, кстати, здесь вот эта штука была, поврежденные путевые врата. Я вот их ремонтировал, но ничего не происходило. Я, кстати, подумал, что вот эта штука может быть, что-то сделать осколок управления вратами, а активирует ближайшие демонические врата. Ну-ка. Но нет. Я сейчас с другими штуками тоже пробовал. Там где-то на полу в некоторых сооружениях есть тоже какие-то напольные хрени, которые как бы кликабельные, но ничего не делают. В общем, хозяйка работает. Никак это не работает. Также здесь, по крайней мере, кстати, были вот такие хрени. Сумеречная сила. Это дает баф на все характеристики повышены. И здесь еще с этой стороны тоже есть такая штука. Тоже дает баф. При получении урона может сработать щит, поглощающий урон. А, погодите, там... О, такого, кстати, не было. Этого чувака я, по-моему, просто убил. А, там еще сверху, кстати, был чувак. Это, походу, не он. А, давайте разбираться. А, они побежали куда-то. Берегите разрушители миров. Ты отправляешь... Ты появляешься из дальних земель. А теперь переводишь подкрепление наши младшие в опасности. от голоса Леотариона. Так, давайте всю пещеру чистить, потому что он клюшный где-то найти. Так, не знаю, где его искать, если бы. О, кстати, чувак, как бы лоу-левель, но, как бы, сколько у него хп, да? Ну, фигина, ты что-то не лоу-левель, не подержи штуку. Вот как это работает? Почему серый чувак так сильно оживет? Он налогичь на ключ. В прошлый раз он тоже не выпал. Не знаю, может быть, его найти надо? Только тягиваешь неизбежный всегда кричит. ладно. Ну-ка. Эм, чё нет? А, мне-то надоело Саиканот. Смерто-крылого мертвый никакой культа не поможет. Хранитель земли не поможет. Узаряжи силу, которую он мне даровал. Тихо. На, засанется дачу пока нашего. Так, это Литка. Так, прожмемся максимум. Ай, там до свидания когда надеюсь? Ой. Ага. Вогр университ А, Сумеречный молот не сгинул с чугалом не сгинит со мной. Блин! Как я угадал, что Сумеречный молот это протягало. А, все это время он был Сумеречный молот одним из последних. Нас обманули. Глаз был голод чё? Глаз был гладокожим. Друзья, все в порядке. Чужаки пришли, чтобы помочь нам. А вот только помощь от нас столько же, сколько вреда. Встретимся на гряде. Надеюсь, выжившие позволят нам спокойно пройти. Сумеречный молот. Я, кстати, не знаю, что Сумеречным молотом стало. Кстати, по-моему, не этого чувака видел. Я видел другого. Видел дракона, который превратился в Огра. Но он был почему-то сверху, а не снизу. А где ключ? Ключ-то где? Второй раз уже в этой пещере не могу найти ключ. Я не понимаю, где он. Динамит у них тут. А ключ нету? Я, по-моему, всех могов перебил. Сейчас зарезался уже. Ни с кого же не выпал, да? Вроде все не то. Короче, реально я дважды пообещал том чуваку, что я спасу его, но нет. Я ни разу его не спасу. Ну там вроде не было, я посмотрел, да? А врата, я не знаю, не работают. Да, не работают. Здесь ключа нет. Эту штуку я заюшил. Может быть, вне тоже стражников выбить? Ну-ка. Ключ от клетки надежного копыта. Может, реально со стражников со входа тоже надо выбивать? Здесь ничего нет. Давайте попробуем, может, реально поубивать этих чуваков. Какого-нибудь и выпадет. А, они желтые стали, блин. Ну как тебе их убивать-то? Даже не знаешь. Чел, дай ключ. Вообще, чего? Да, освободите его сами. Короче, да, сами должны его освободить. Давайте я попробую убить парочку. Может, выпадет. Короче, нет, не выпадает. Их не с этим чуваком, не знаю. Выпустить? Может быть, никак, на самом деле. Вообще, нет, там даже настолько там ключ с именем. Так. А ваш народ будет защищать нас? Конечно, и мы делаем в то же предложение тебе, слиток. А разрушить ли миров из-за того же выводка, что и я. Я не смогу их бросить. Ладно, но если когда-нибудь ты передумаешь, мы будем тебе рады. Так. Помочь детенушу. Хороший поступок. У него доброе сердце, острый ум. Возможно, со временем он покинет разрушитель миров. Но забрать его сейчас было бы слишком жестоко. В таких делах нужно быть терпеливым. День черных крыльев. Сегодня угасли последние искры сумерчного молота. Но с разрушительом миров дело не кончено. Они найдут любое объяснение своим невзгодам. Придумают новые легенды и выберут новых лидеров. Мы с братьями будем за ними присматривать. Если появится еще такой глаз, мы сразу вмешаемся. Спасибо, твоя помощь послужила общему благу. Чем-то он дает пушечки лов-левельные. Одноручные и двуручные. Но модельки, я так понимаю, не все есть, поэтому... А, но модельки все равно все защитываются. Я забыл уже даже... О, это тень черных крыльев. Мы выполнили вот эту цепочку. Интересно. Окей. А, но это не последний квест, который тут есть. А, давайте... Ну, тут неподалеку два квеста, я еще помню. Еще где-то третий даже тут есть. Но вокруг этой горы очень много квеста. Собилировать просто... Где-то еще пятый, по-моему, я находил, но я уже не помню где. Окей. Давайте посмотрю, что дальше есть еще. Так, вот здесь вот еще один квест, 37-55, тоже рядышком. Этот квест я тоже сам нашел, кстати. Прилетает мимо. Блин, а я, кстати, он не хайлевельный случайно, потому что тут так-то мобы... Ой, блин. Нет, здесь еще пока что вторые. А, вот он вот здесь, вот где-то, да? Там, да, вот пещера была. Да, это 63, пойдет. Злужители земли. Злужители земли. А, Говрум. А, стрецай землю. И мне макоза огорода, что здесь происходит. Эта магма обладает собственным разумом и поглощает пещерные камни стихии внизу. Все это не просто так. Я должен во всем разобраться. Помстите тотемы земли... Помстите тотемы земли лома рядом с каждым из пленянных элементарей, чтобы освободить их. Разместите тотемы, да? А, он мне дал тотемы или что? А, дал. Используем, устанавливаем тотемы. Почему через эту штуку нельзя? Странно, ну ладно. Так? Так, он у меня напал. Должно быть? Нормально? По-моему, что-то пошло не так. Свободить и застрявший из стола... Это, по-моему, мне не аком мне надо сделать это, да. Так, и отстаньте. Чего я так со мной сразу согрелась? Что-то рядом со мной. Так, все, успокойся. Если что-то не так, по-моему, делал. Там вот какие-то что-то еще вижу. Зеленый может идти, надо видеть. А не далековато. Здесь сбоку пройдем. Кстати, фиолетовый свечусь красиво, мне даже нравится. А, ну да, застрявший. А, вон еще один. И как бы пройти к нему. Не, походу, никак не пройти, давайте попробуем забудешь. А, пока стоит все. Вот там толка называется. Хочешь всего в тебя сразу лететь. Чего-то вся лава уставляет. Ай, холоп падает. Прямо на голову. Так, тебя спасаем. Там третий. О, руда! Вадим, это хорошая руда. Соберем у него. Синяяя. Кстати, сколько за нее экспедают? Где 600, да? О, у меня прокачалась горное дело до сотни. Красиво. У меня втором уже давно до сотни докачалась. А горное дело там на 97, я помню. Она застряла. Так, тебя тоже спасаем. Так, готов. Ты только у всех элементарий здесь убил. Отличная работа. Чтобы понять, что здесь происходит, нам понадобится помощь элементарей. Тотем землекопла. Землелома. Земля в указанной области содрогается и расходится трещинами, нася противником в радиусе 10 метров урон. Есть цитадели. Это походу как штука, которую нам давали вот это, да? Земляной эмулет, а ты тотем с землеломой. Звучит похоже. Это, кстати, синенькая. Просто обеяло и странно. Ну ладно. А, все? Ну ладно. Окей, не думаю, что это настолько короткий квест. Давайте тогда к еще одному квесту сходим. На самом деле еще два осталось. Много обсчитался там с квестами. Давайте сразу полечу. Мерно знаю, где это. Склянет более точно. 15-62, по-моему это оно. 15-62. То есть что это? Дом на поле боя? Ну это идея, что которые они надо не делать. Так, мне там ПВО пытается сбить. Надо бы сбили. Ну плевать. Блин, ну кто там? 70 еще? Да, 70, чуваки, отстаньте. Конечно, уже сам почти 70, я, наверное, их не сильно должен бояться. Так, ну чуваки, ну куда вы бежите? Ну серьезно? Ну что вам надо? Давайте отфильмось, наверное. блин, вот бы фир какой-нибудь сейчас, чтобы бежать тут не, никуда убьют меня. Так, хп. Какой мощный баф. Все, отстаньте. Так, все, вроде вылетел из зоны действия ПВО, и давайте лететь к Исту. То есть в... Ну, в месте, где он находится я уже был, я проверял, работает ли он, могу ли его взять, и я вроде уже прилетел. Да, вот сюда нам. И здесь у нас Джеродин. А что за ничтожество осмелил Сватиби с приглашения в дом могущественного Джеродина? Говори. Ну, мирных Джеродинов, кстати, я и до этого встречал. Я рассказывал где-то, где-то в центре, я помню, был. Помню, еще вот где-то здесь я находил пещеру, где Джеродина убили дракона. Стояли вокруг него еще где-то здесь, я помню. Еще, кстати, находил кентавров. И даже в двух местах где-то здесь, тоже где-то здесь. И у них там были учителя, которые чему-то обучали, но я пока не уверен. Мы еще не дошли до этого штуки. Там какую-то хрень не позволяю делать. Так, у чего, как, шарики земля и окна. Еще одно нечистожество ждет услышать легенды могучих Джеродинов, повелителей магмы, победителей драконов и хозяев этой земли. Я не удивлен. Но все надо заслужить. Докажи, что стоишь моего времени. А как ты потерял зрение? Потерял зрение? What the fuck? Я потерял глаза так, а как хотелось по-любому Джеродину в битве с гигантским драконом. Я залег на горной вершине и провел целых три недели, ни разу не шевельнувшись, чтобы не испугнуть жертву. Ждал идеального подходящего момента, и он настал. Мимо пролетала здоровенная дракониха по имени Фенистераза. Я выскочил и запрыгнул ей на спину. Мы тут же рухнули вниз, но пролетели сотни метров, пока не упали прямиком в жерло вулкана. Фенистераза вырвала мне глаза когтями, но битва только начиналась. По моей воле лава и земля восстали и опутали всю дракониху целиком. Я не увидел, что делаю. Меня вела чистая ярость. Я столкнул дракониху в глотку вулкана. Блин, не успевали. Той чел. В глотку вулкана. Нас окутывало пламень, и она сгорела заживо. Мы провели вулкане три дня. От фенистеразы остался только череп, с которым я всплыл на поверхность. Лава до сих пор льется из мертвых глазниц. Не веришь мне? Череп лежит на шкафу у меня за спиной. Вступай взгляни своими глазами, какая участь ждет врагов джерадинов. Так, шкафу за спиной. Сейчас посмотрим. Что у него тут? О, какие-то тут эльмитали. Молгар, повар, Тарджина слепого. Тарджин слепой. Да, это он. И дрог, защитник Тарджины слепого. Герой джерадинов. Что такое? Вроде не кликабель. Ну, как бы да, какой-то череп если висит? Ну, как бы череп-то висит, но где доказательства? Он просто может шел и нашел его. И непонятно, чей это даже череп. Но череп, да, действительно есть. А, так, а что другие джерадины? Почему-то не с ними? Еще история? А, и зачем это мне быть с другими джерадинами? Не воображая, я буду знаешь наши порядки. После того, как финистреза сослепила меня, куалаши, охотники драконов перестали брать меня в свои вылазки и правильно сделали. Я бы только замедлял их, а буза водками стал. Поэтому я оставался в лагере и трудился по хозяйству. Но моя сила осталась со мной, так что я двинулся к славянным путем. Я научился подчинять своей воле магму и упрямых огненных элементалей, так, как ни один мой сородич. Пока мы спали глубоко под землей, моя власть над огненной стихией только выросла. Настал день и Джеродины пробудились, но мне уже не хотелось оставаться простым работником. И вот я здесь, оттачиваю свои навыки там, где мне никто не мешает. Как правило, никто не мешает, так что порвали, не отвлекай меня. Окей, так, у него еще есть история Тарджина. Время разговора с вами лицо Тарджина по-прежнему обращено к далекому острову? Ты считаешь себя достойной великих легенд из истории Джеродинов? Ты даже ростом едва достигаешь высоты нашего оружия? Да уж, охранить наше наследие тебе точно не по зубам. Если сможешь, такажи обратно, разыщи драконов, других достойных противников здесь нет. А, других достойных противников здесь нет. Принеси мне трофеи доказательства победы над сильнейшими. Забудьте 25 впечатляющих драконных черепов, мне вообще не интересно вот это, что такое следующая история Тарджина. Блин, тут еще долго, что ли? Ну, а давайте объедим тогда продолжение этого квеста с еще одним другим квестом, который вот здесь находится. Не знаю, сколько там будет большой квест. И, по идее, все. Все, что я нашел, наверное, выполнил. Другие квесты у нас еще как бы есть, но они недоступны пока что. Там либо левел экспедиции нужен, более высокий, либо этот, 70-й как минимум нужен. левел экспедиции Продолжение следует...